Кто такой современный школьник? Очевидно, тот, кто учится по современным программам. Кто разрабатывает современные программы? Московский городской педагогический университет. По этим программам даже дети младшего школьного возраста учатся проектной деятельности и получают настоящую исследовательскую практику. Это не игра в науку. В институтах МГПУ в Центре проектного творчества «Старт.Про» школьники работают с реальными инженерными задачами от отечественных производителей, разрабатывают индивидуальные и коллективные проекты, решают сложнейшие естественно-научные кейсы, используя высокотехнологичное оборудование. Подростковый возраст – это время, когда ребенок должен иметь возможность попробовать себя в разном. Может быть, даже иногда с низкой мерой ответственности за результат. И мне кажется, доп. образование в этом отношении имеет много шансов для того, чтобы ребенку такое поле проб создать. Это то место, куда ребенок приходит не за отметками. Здесь их нет. Он идет сюда сам. Его отсюда иногда не выгонишь. Ему здесь интересно. Проектная деятельность – это, во-первых, дополнительная мотивация к познанию, более глубокое изучение предмета, возможность попробовать свои силы. Когда дети пробуют себя в проектной деятельности, они уже выходят в жизнь, они уже могут доказывать свою мысль, свою идею, они могут отстаивать свои интересы. На площадках университета школьники Москвы и других регионов участвуют в проектных соревнованиях и мастер-классах. В конкурсе «Ярмарка идей» дети проявляют знания из разных предметных областей – математики, физики, литературы и других. Детские проекты оценивают реальные эксперты. Ребенок лично защищает работу, то есть учится брать ответственность на себя, принимать самостоятельные, нетривиальные решения. Школьники старших классов пробуют силы в конструкторских бюро, исследовательских практикумах и научных баттлах на уникальной летней смене движения «Техномира». Читаем мы учебник, что-то усваивается, что-то нет, процентов 40, кажется, говорят при хорошем восходе, то есть проценты куда выше. Когда ты сам работаешь над идеей, узнаешь гораздо больше нового. Нас просят давать всевозможную рефлексию, это здорово, наше мнение тоже учитывается. Ты приходишь, устраиваешься как бы в фирму, у которой есть какая-то проблема и задача. И ты должен помочь решить так называемый кейс. В принципе, любую тему здесь интересно исследовать. Да, есть очень много глобальных проблем, которые требуют решения. В сфере науки ты найдешь себе применение, если ты упорный и хочешь добиться результата. Летом 2016 года старшеклассники изучали космическую энергию со специалистами Института геофизики имени Федорова и представителями инновационной компании «Хевл». Наша компания наметила определенный сегмент, который в России еще пока не занят. Речь идет о портативных зарядных устройствах на солнечных батареях. Детям эта отрасль крайне нова и незнакома пока, поэтому было интересно узнать их идеи по поводу таких вот разработок. И что больше меня впечатлило, то, что дети, когда им преподносился определенный кейс и давалось задание, ставилась определенная задача, было видно, что они, например, там хорошо разбираются уже в таких базовых моментах, как, например, там ток, напряжение, там про накопитель электроэнергии. Было интересно отметить, что они эти базовые знания уже имеют. И, в принципе, тем проще работать дальше, развивать их навыки. Чтобы заставить детей чувствовать себя учеными, понимать язык исследования, нужны грамотные учителя. Преподаватели МГПУ внедряют передовые технологии организации проектно-исследовательской деятельности детей и готовят педагогов самого высокого уровня. Наши дети мобильны, наши дети практикоориентированы, наши дети умеют думать. Самое главное, мы тоже должны расти. Мы можем обладать фундаментальными знаниями и проиграть при этом нашим детям, которые умеют ориентироваться и использовать тот объем знаний, который у них есть. Новые формы, которые сейчас должны и уже внедряются, в частности у нас в университете, именно в сфере дополнительного образования. Это те возможности, которые не всегда даются детям в основной школе, потому что урок регламентирован, есть определенные задачи и хотелось бы, может быть, их решать, но не получается в рамках основной образовательной программы. Дополнительное образование предоставляет все. Разработки университета соответствуют духу времени, времени мобильного и инициативного человека-исследователя, эпохи информационных технологий. А время всегда ценит тех, кто отвечает его запросам. Детские проекты – это проекты будущего, в них школьники учатся менять мир. Это всегда очень сильно вдохновляет, когда ты видишь, что девочка-семиклассница считает сходу интегралы, и при этом это не какое-то формальное знание, которое она получила, какой-то навык и оторвано от всего. Это, в принципе, другой формат мышления и восприятия того, зачем я живу, что я делаю, какую пользу я приношу этому миру. Это очень круто. Таких детей должно быть больше. Педагогический университет – это место, где учат проектировать завтрашний день, искать варианты, просчитывать риски. Завтрашний день начинается в творческих решениях наших детей. МГПУ – это будущее, которое рождается прямо сейчас.